В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 18-ю годовщину трагедии в Беслане почтили траурным митингом возле мемориала воинам-интернационалистам. Цинизм и жестокость организаторов и исполнителей террористических актов не знают границ. Стартовал капитальный ремонт домов в исторической части Видного. На работах задействовано повышенное количество человек порядка 80 на сегодняшний день. Планируется усиление с 5 сентября еще на 50 рабочих. Первоклассники в Видновской школе номер 9 приняли участие в празднике посвящения пешеходы. В рамках единого дня безопасности мероприятие по дорожной безопасности. 18-ю годовщину со дня трагедии в Беслане жители Ленинского округа почтили траурным митингом. В Северной Осетии с 1 по 3 сентября продлится вахта памяти о жертвах террористов. Напомню, в 2004 году в результате теракта в Бесланской школе номер 1 погибли 334 человека. Захвачены в заложники были 1128. Терроризм – это главная угроза нашего времени. К сожалению, Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с наиболее агрессивным его проявлением. С 90-х годов это страшное слово прочно вошло в нашу жизнь. Цинизм и жестокость организаторов и исполнителей террористических актов не знают границ. В траурном митинге приняли участие представители администрации, муниципалитеты, депутаты округа, ветераны боевых действий, служители церкви, а также десятки школьников города Видное. Эта ситуация, она как камень сердца, поскольку наша страна столкнулася с терроризмом еще с 90-х годов. Но Беслан, он именно поставил ту жирную, твердую точку, благодаря которой борьба с терроризмом на уровне нашего правительства, каждого гражданина, стала на первое место. Крупы антитеррору, которые базируются на уровне государственной безопасности, они высокоподготовленные, высококлассные специалисты. Но одним силовым методом не повороть терроризм, как и любую преступность, нужна профилактика. Профилактика заключается в привитии нашему молодому поколению, чувства дружбы, единства. В завершении митинга присутствующие почтили память жертв террора минутой молчания и возложили к мемориалу воинам-интернационалистам цветы. В Видном начался капитальный ремонт ряда домов в исторической части города. Об особенностях зданий и планах по реконструкции нашей съемочной группе рассказали представители фонда капитального ремонта Московской области. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. В этом доме на улице Заводской Елена Горбунова живет относительно недавно. Около 15 лет назад женщина вместе с мужем решила поменять свою локацию на Подмосковье и сразу влюбилась в город Видное. В этот зеленый и уютный исторический центр. Говорит, архитектура вдохновляет к садоводству. Благоустроенный полисадник под окнами – заслуга супругов. И все бы хорошо, но внешний облик портил фасад здания, который давно нуждался в ремонте. Ремонт мы очень ждали, потому что, как не украшая территорию, когда фасады, извините, уже начинают рушиться, то есть на этом фоне, ну, конечно, не так это все смотрится. И мы ждали очень долго, и прямо такое вот свалилось на нас счастье. Я думаю, к следующему году мы еще больше приукрасим наш садик. В далеких 50-х именно с Заводской все и начиналось. В то время Видное было рабочим поселком, где жили сотрудники Московского коксогазового завода. Архитектор всех построек исторической части Борис Ефимович создал город в уникальном стиле с применением прибалтийских направлений. Большой вклад в реализацию проекта внес директор завода Павел Гаевский, а Тимофей Лемешко стал главным озеленителем территории и подарил Видному гордое звание города-сада. Что из себя представляло жилье среднего рабочего в нашем городе? Это двухэтажный дом на четыре семьи. У каждой семьи есть свой вход. Никто никому не мешал. Есть свое маленькое приусадебное хозяйство. Но поскольку строительство коксогазового завода ни на минуту не останавливалось, было решено без участия уже Моссовета строить. Те же самые дома теперь уже стали трехэтажные. Несколько лет назад исторический центр города Видное вошел в статус объекта культурного наследия регионального значения. Сносить или менять концепцию отныне нельзя. А вот заниматься реконструкцией с учетом архитектурных особенностей даже приветствуется. С 2020 года началась активная работа по включению программы капитального ремонта Московской области в центральной части города Видное. Результат мы видим сегодня, когда подписан муниципальный контракт и 28 домов центра города Видное, его старые части, вошли в программу капитального ремонта. Алексей Петрович Спасский принял активное участие в работе с жителями. Были согласованы и колористические решения. Самое главное, что жители согласовали цвет кровель. А они теперь будут все одинаковые и коричневые. Замена кровельного покрытия началась на этой неделе. Сейчас в работе 18 домов. Специалисты восстановят исторический облик фасадов и декоративных элементов. На работах задействовано повышенное количество человек. Порядка 80 на сегодняшний день. Планируется усиление с 5 сентября еще на 50 рабочих. С жителями мы отрабатываем. С каждым со старшим домом мы всегда на связи. Это красивые исторические здания. И они, конечно, были не в опрятном виде, так скажем. А теперь это совсем другое дело. И это радует всех жителей города, непосредственно тех, кто проживает в этих домах. То есть, во-первых, все проблемы с протечкой, холодом, тречными, они устраняются. Во-вторых, это опрятность города. На реконструкцию фондом капитального ремонта Московской области выделено более 300 миллионов рублей. Работы планируют завершить до конца октября. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Проверять свое здоровье, не дожидаясь появления симптомов болезни. Вот грамотный и ответственный подход. Так считают врачи Видновской взрослой поликлиники. Подробнее о работе кабинета офтальмологии расскажет Дмитрий Книга. После проведенной недавно реконструкции во взрослой поликлинике города Видное, качество приема узкопрофильных специалистов вышло на новый уровень. В том числе, благодаря современному оборудованию и условиям труда. Офтальмолог Ирина Крестьянинова рекомендует проходить профилактический осмотр ежегодно. После 40 лет пациенты посещают офтальмолога, мы рекомендуем посещать офтальмолога раз в год. При каких-то воспалительных заболеваниях, при резкой снижении остроты зрения, пациенты обращаются сразу же к нам на прием. Многие пациенты обращаются к врачу, когда болезнь уже запущена. Как известно, развитие заболевания легче предотвратить, если оно выявлено на ранней стадии. К лукам очень коварная болезнь. Люди не замечают, что у них повышенное внутриглазное давление. Но, тем не менее, зрение у них ухудшается. Сначала им может быть не значительно, и сужаются поля зрения. Они не замечают этого, но когда приходят, например, уже с жалобами на низкое зрение, мы меряем давление, смотрим в глазное дно, там есть уже необратимые изменения на зрительном нерве. У жительницы Ленинского округа Екатерины Бейзак возникли проблемы со зрением, и она обратилась в кабинет неотложной помощи. Теперь ей назначено амбулаторное лечение и наблюдение врача-офтальмолога. Дрези в глазах очень резкие были после линзы, когда я сняла. И у меня к вечеру стало так, что я не могла даже на свет смотреть. И приехала сюда, как бы сестра мне помогла. И врач мне оказал первую помощь. В офтальмологическом кабинете есть специальная темная комната. В ней можно провести исследование глазного дна и структуры глаза. Также она необходима для мониторинга состояния пациентов, восстанавливающихся после инсульта. Если лечение амбулаторно мы не можем оказать, мы либо направляем в офтальмологическое отделение Видновской районной клинической больницы, мы можем направить пациента в МОНИКИ и в другие федеральные центры. Но самый главный совет от врача – подходить ответственно к вопросам своего здоровья и систематически проходить профилактические осмотры. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Много интересного о работе пожарных дружин и противопожарной безопасности узнали ученики двух классов Винновского художественно-технического лицея. Первый в этом году урок для них провели сотрудники МЧС. Давайте с третьего класса начнем. Номера вызова пожарных дружин. Парт нет, а в остальном все, как на учебном занятии – каверзные вопросы, проверка знаний, объяснение непонятных терминов. В роли учителя на этом уроке сотрудник МЧС. Большой плюс – можно потрогать разные интересные штуки. Ну, дайте подержать. Такие уроки противопожарной безопасности стали уже традиционными и проводятся во всех школах Ленинского городского округа на протяжении учебного года. На них с ребятами еще раз проговариваются основные правила поведения при пожаре. Главное, что я понял, что нельзя паниковать в этом случае. И самое первое, что надо сделать – надо позвонить пожарным и сообщить о пожаре. Надо сразу вызывать пожарных, не паниковать. Самое первое – это нужно позвонить 112-01 или 101. Сотрудники МЧС также отмечают, что дети даже начальных классов очень хорошо информированы о правилах обращения с огнем и поведения при пожаре. Такие уроки с ними проводятся в рамках учебного процесса. Бывает, задаешь вопрос родителям, а рядом дети стоят, номера вызова пожарной охраны. Родители теряются, не знают, а дети знают. Поэтому мы видим, что такая работа по профилактике пожарной безопасности, по недопущению детской шалости с огнем, она постоянно ведется в образовательных учреждениях. Помимо изучения и повторения важных правил, на подобных уроках ребята знакомятся с работой пожарных, узнают некоторые интересные факты об их службе и оборудовании, с которым они работают. Больше всего понравилась штука, из которой вода вот так вот нажимаешь, и из нее вода льется. Ну, мне больше всего понравился огнетушитель, потому что он как бы, я думала сначала, что он пеной только бывает, а он, оказывается, еще такой, что бывает. Да, вот прям. Да. Мне тоже понравился огнетушитель, я тоже думала, что там пена, ну, потому что в мультиках всегда, там, когда тушат, пена, а здесь была вода. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках Единого дня безопасности дорожного движения для первоклассников из Видновской школы номер 9 был организован праздник посвящения в пешеходы. В ходе профилактического мероприятия сотрудники госавтоинспекции рассказали ребятам о правилах перехода проезжей части. Тему продолжит Наталья Буслаева. Чтобы ежедневный маршрут «Дом-школа-дом» был максимально безопасным, ребятам, впервые переступившим порог учебного заведения, необходимо постигать не только основные предметы, но и дорожную азбуку. У нас проводится сейчас большое областное мероприятие, называется «Внимание, дети». В рамках данного мероприятия включены во всех школах, во всех образовательных учреждениях дошкольного образования. У нас проводится сегодня в рамках «Единого дня безопасности» мероприятие по дорожной безопасности. Праздник посвящения в пешеходы был организован на территории дошкольного отделения Видновской школы номер 9. Поэтому к первоклассникам с удовольствием присоединились и воспитанники детского сада, которые тоже очень хорошо знают правила безопасности. Когда я перехожу дорогу, нужно свой самокат взять в руки и перейти дорогу. Мероприятие прошло в игровой и познавательной форме. Мальчишки и девчонки с интересом обсуждали ситуации на проезжей части, отгадывали загадки про транспорт и дорожные знаки, а также получили много полезных советов. Если ты меня возьмешь вот так за ручку, я могу вот так ручку вверх поднять, и я вырвусь у тебя из ручки. Поэтому вот так держать пешехода за ручку нельзя, нужно только вот так. Как рассказала педагог Видновской школы номер 9 Эльмира Сабирова, во время учебного года проводится много мероприятий по дорожной безопасности. У нас есть свой план, который, ну, календарно-тематический, который приурочен именно к правилам дорожного движения, к безопасности, уроке безопасности. Так что у нас это все по плану стоит. В заключительной части мероприятия ребята пообещали соблюдать все правила дорожного движения и дали клятву юного пешехода. Ну и, как полагается, на праздники все получили подарки. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Сатовская, Видное ТВ. Продолжаем нашу новую рубрику «Любимому городу». Сегодня расскажем о Расторгуеве. О том, как в этих краях появилась железная дорога и станция. Поговорим и о парке, сосны которого росли еще до революции. Всего каких-то 130 лет назад на месте нынешней железнодорожной станции в Видном был сосновый лес. Его окружали луга и поля, принадлежащие в ту пору купцу Дмитрию Расторгуеву. Имение, которое тянулось от Булатникова до Калиновки, он приобрел в 80-х годах 19 века. Это было то самое время, когда земские собрания, губернские собрания стали обращаться в департамент железных дорог Министерства финансов с просьбой, с прошениями продлить железную дорогу, которая была проведена от станции Раненбург до Повельца, до Москвы. Отсутствие сообщения с Москвой очень сильно тормозило развитие хозяйства и экономики Подмосковья. Предстояло проложить 253 километра железнодорожных путей по полям и лесам частных владений. Реализация проекта началась в 1896 году с отчуждения земель. Девять десятин своей земли он отдал под строительство железной дороги, отдал абсолютно бесплатно. Более того, он выступил инициатором строительства станции, которую мы сегодня называем Расторгуева. Содействовал строительству этой станции, помогал строительству этой станции. Именно поэтому, когда в 1900 году железнодорожная линия была запущена в эксплуатацию, ни у кого не возникло вопросов, как ее назвать. К примеру Расторгуева последовали и купцы братья Герасимова, владевшие в те годы усадьбы Горки. Но, помогая строительству, они в то же время преследовали свои интересы. В конце 19 века появляется целое общество, целый слой в обществе. Их называют разночинцы. Еще их называют иначе – интеллигенция. Это люди, которые имели образование. Они тоже хотели летом отдыхать за городом. Братья Герасимова, к примеру, на своих владениях построили несколько деревянных домов и сдавали интеллигенции как дачи. Дмитрий Расторгуев же разделил лесную часть на участки и стал продавать, в чем весьма преуспел. Возле станции Расторгуева образовалась необходимая инфраструктура для загородной жизни. Здесь были магазинчики, здесь и телефонная станция была, и переговорный пункт был. Здесь был и летний театр, здесь показывали кино. Чуть подальше, с той стороны, там был и рынок. Уже после, в советское время, земельные участки в Расторгуеве начали раздавать работникам фабрик и заводов. Так появились знаменитые Карандашка и Ильичевка. Их обитатели любили гулять в фестивальном парке, который теперь называется Расторгуевским. В 1957 году в нашей стране проходил, в данном случае в Москве, проходил фестиваль молодежи и студентов. И большая группа участников этого фестиваля, иностранных студентов, приехала к нам в город. Приехали вот сюда, в Расторгуевский парк, и здесь были большие гуляния. Все сосны парка, впрочем, как и на большинстве участков, сохранились еще со времен Дмитрия Расторгуева. А вот Липовую аллею высадили гораздо позже, в 2014 году, сами жители, в честь 85-летия муниципалитета. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!